Прошла неделя, как Дональд Трамп приступил к работе на посту президента США. В эти семь дней вместилось многое, но, как заметили аналитики, прежде всего Трамп добросовестно и скрупулезно выполнял предвыборные обещания. Конечно, далеко не все пребывают от этого в восторге и делают свои прогнозы о дальнейшем развитии событий. Наблюдают за Трампом и в Молдове, ибо уверены, что процессы, запущенные в Вашингтоне, безусловно повлияют и на наш регион, и на нашу страну. Вот только каковым будет это влияние? От чего и от кого оно зависит? А главное, как должен будет вести себя Кишинев в сложившихся реалиях? Это вопросы, на которые уже дело принципа найти правильные ответы. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте! И я представляю своих сегодняшних гостей, людей, безусловно, вам знакомых. Это политические аналитики Николая Киртуако. Добрый вечер. Добрый вечер. И Валерия Асталепа. Вам здравствуйте. Добрый вечер. Итак, господа, тема сложная, безусловно. Много мнений и комментариев. Давайте вот несколько издалека, возможно, подойдем. Я бы просила вас прокомментировать, вот какие размышления. После прихода Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах Америки, одни говорили о том, что будет изменен миропорядок. Такая формулировка. Другие начали говорить о том, что просто-напросто изменятся правила игры по внешней политике. Вот мне интересно, что скажете вы и чего ждете вы от прихода Трампа и его администрации к власти. Господин Асталеп. Ну, миропорядок, по-моему, пытались изменить до Трампа. То, чем он занимается, это он пытается остановить тех, кто пытался это сделать. И ему придется не так уж легко, потому что с избранием на эту должность никуда не делись те люди, те корпорации, те представители военно-промышленного комплекса и банковского мира, которые имеют свой взгляд на то, как должна выглядеть планета и на то, что экономические интересы конкретной группы лиц, она очень маленькая, должны быть реализованы независимо от чего. Если на это требуются войны, революции, свержения, значит они будут сделаны. И они были, как мы помним, сделаны в большом количестве. И Трамп, то, чем он, на мой взгляд, будет заниматься, ему будет очень сложно это сделать. Он будет пытаться не допустить продолжения предыдущей политики. И именно поэтому он пытается, естественно, не так фанатично, как некоторые пытаются об этом говорить, вступить в какой-то альянс или союз с Путиным лично. Но, безусловно, он пытается привлечь для этих целей и Россию, чтобы она участвовала для решения каких-то проблем. Но, главным образом, он будет, конечно же, концентрировать свое внимание на экономических проблемах своей страны. Нетипично, меньше внимания уделяя внешней политике, это мы уже видим. А столкнется он, конечно же, с огромным сопротивлением со стороны тех людей, которые привыкли зарабатывать на весьма серьезных конфликтах, это огромные деньги. Спасибо. Господин Киртуака, вы как это оцените? Это изменение мировой порядка, правил игры во внешней политике? Ну, мировой порядок начал меняться в 2014-2015 годах, когда изменилась определенная конфигурация, какие-то договоренности, основные базовые договоренности в области международной безопасности, которые действовали не только на европейском континенте, но и в целом влияли на современный мировой порядок. Я имею в виду Хельскинские договоренности 1975-го, возобновленные между Западом и Востоком после развала Советского Союза. Они фактически являлись той конвой, на которой держался современный мир. Мир, который до недавнего времени четко разделялся на Запад, у Запада были свои интересы, Запад это были Соединенные Штаты, Евросоюз, стратегические союзники Соединенных Штатов, были единственной глобальной, ядерной, экономической, военной, политической сверхдержавой. То есть вот это было ядро той системы, которую еще никто не отменил, но о которой очень много разговоров, что якобы там пришел для того, чтобы это изменить. Там не пришел к власти в Соединенных Штатах. Дональд Трамп стал главой администрации. Дональд Трамп это chief executive officer, как называют Соединенных Штатов, главный менеджер, а власть в Соединенных Штатах принадлежит одновременно, или власть имущая, это Белый дом, это, естественно, Конгресс, это четко и юридическая власть, которая совершенно независима, и политические формирования, которые Генпартия сейчас в оппозиции и крайне критически относятся ко всему тому, что делает Дональд Трамп. И вот здесь вопрос о том, что изменится ли мировой порядок, он ключевой. А нет ли базового противоречия между предвыборным лозунгом популиста и националиста Дональда Трампа, который освердал вот эту определенную волну недовольства среднего, белого, среднего класса Соединенных Штатов восьми годами правления Барак Обама и демократов, и на волне этого популизма и желания поставить Америку в центре внимания, то есть центр всей его деятельности будет Америка, но Америка как глобальная держава, и Америка, которая решит, что НАТО уже и не нужно, она вышла из определенных договоренностей в бассейне Тихоокеанском, то есть и что Америка станет просто-напросто нормальным государством. Вот это ключевой вопрос. И на него мы в маленькой Молдове должны дать ответ, потому что это взаимоотношения Соединенных Штатов и Евросоюз, Соединенные Штаты и Россия. Где-то посередине Североатлантический Альянс вопрос совершенно никаких гарантий национальной безопасности Молдовы и необходимость и потребность в Молдове фактически решать вопросы как на Восточном, так и на Западном фронте. Давайте спросим себя, что мы знаем о намерениях Трампа. Многие обращаются к его инаугурационной речи. Вы знаете, ее назвали революционной, потому что до него такие акценты, какие расставил он, не ставил никто. О чем он заговорил впервые? Он начал говорить о том, что исчезла ссылка на так называемую исключительность американской нации. То есть заговорили о том, что Америка отказывается от имперских амбиций. У него была четкая такая установка, что каждая страна имеет право защищать свои национальные интересы, что до сих пор в принципе администрации Обамы, мы таких слов от них не слышали. То есть вот какие-то новые подходы из этой речи, в принципе, они видны. Это означает, что Соединенные Штаты перестанут вмешиваться в политику других стран, ну или, по крайней мере, тех стран, которые не входят в сферу их влияния. Господин Асталик, вы так это поняли? Господин Трамп очень влиятельный, известный, авторитетный бизнесмен, который заработал за свою жизнь весьма серьезное состояние. Он отлично владеет техникой и риторики, и определенной харизмой. И что точно про него можно сказать, что это не наивный человек. И ту игру политическую, можем ее назвать так, которую он начал еще несколько лет назад, это не от того, что ему нечего делать, или от того, что ему неинтересно жить. Совершенно ясно, что он представляет, как мой коллега правильно сказал, он не сам по себе. И он представляет определенную группу интересов людей, у которых есть свой взгляд на то, как должны развиваться экономические процессы в США, раз, запятая, в мире. И они коренным образом отличаются от той группы лиц, против которой они боролись во время выборов. Мало мы говорим и у нас в стране, и в принципе, в международной прессе. В принципе, мы все знаем, что существуют вроде какие-то экономические противоречия между США и Китаем. Вроде США что-то там должны Китаю. Вроде, и все вот такое вроде. А так, чтобы детально кто-то понимал, в чем суть этой проблемы, является ли она проблемой. Когда был звонок на Тайвань, многие заговорили, что эта проблема достаточно острая. И что будет дальше? Такие люди, как Трамп и те, кого он представляет, знают на 2, на 5, на 7 лет цифры экономики. Во что это все выльется? И отношения экономические между США и Китаем со временем, естественно, превращаются и носят тоже характер политический, а со временем могут носить еще и военный. Речь не о конфликте, но любые вопросы влияния, особенно имея в виду глобальную роль Китая, конечно же, они каким-то образом должны решаться. И вот эти процессы, которые начались в 2013-2014 и на севере Африки, и в Украине, и в нашем регионе, с этим восточным партнерством, со многими другими приключениями, это все часть очень большой игры, которая на самом деле была направлена не столько против России, и я уж не говорю про какие-то африканские государства, а на мой взгляд, естественно, субъективно, это все часть очень большой долгосрочной игры между США и Китаем. Трамп — это человек, который смотрит совершенно иначе. На мой взгляд, он идет не по пути противостояния, он идет не по пути, который может привести к каким-то военным конфликтам. Как бизнесмен, заработавший такие деньги и с его опытом, он больше видит необходимость перестроить США совершенно на другой лад, поставить этот бизнес на другие рельсы, и в этом контексте его слова о международной политике звучат совершенно без лишнего популизма. Вот лично я, на самом деле, понимаю, о чем он говорит, когда он говорит, что они должны концентрироваться на своих вопросах, когда его интересует экономика, производство США, создание рабочих мест и так далее. Потому что все эти конфликты, вся эта военная мощь, в кавычках, США, в разных уголках планеты, на самом деле, это все не бесплатно, это очень дорого стоит. И нам, конечно же, с вами об этом никто не скажет, но я уверен, что есть люди в Вашингтоне, которые уже посчитали, а сколько будет стоить это еще год или три, а это же НАТО, против которого, значит, так борются, в кавычках сейчас говорю, и Россия, и кто хотите. Они там между собой устроили несколько лет подряд информационную войну, а по факту есть известный анекдот на эту тему, что просто они поменялись местами. И Трамп, я думаю, просто взял и посчитал, что стоит это НАТО, что оно дает, что стоят эти конфликты, зачем поддерживать непонятно что, непонятно где, и что они с этого имеют. Поэтому, на мой взгляд, его политика пока что для меня весьма ясна. Я никто, чтобы говорить, приветствую или нет, но, безусловно, меня очень радует отход от этого бреда, который был последние годы, и в результате которых, на мой взгляд, США полностью растеряли свой авторитет. Лично для меня, как просто для человека, они не только не являются никаким не авторитетом, но являются источником угрозы и опасности. Поняла. Господин Киртолко. Ну, во-первых, продолжение темы о взаимоотношениях Соединенных Штатов и Китая. Действительно, это один из полюсов новых, который будет влиять на эти двусторонние отношения, естественно, на мировой порядок. Это все в перспективе. А насчет того, насчет цифр, ну, тут все ясно. Как Китай, так же, как и Евросоюз, скупили более 10% каждой в отдельности, то есть в совокупности 20-25%, ориентировочно это оценка экспертов, внешнего долга Соединенных Штатов, это триллионы долларов. В момент, когда ты контролируешь внешний долг другого государства, фактически у тебя жесткие определенные механизмы, в том числе влияние на политику этих стран, на внешнюю политику этих стран. Смотрите, что делает Трамп-популист. Трамп первый президент, и тут очень важно посмотреть психологический его профиль. Первый президент, который бизнесмен. Трамп не представляет республиканскую партию, то есть взаимоотношения с истеблишментом, то есть руководством спортивной бюрократии, непростые. Я хочу напомнить, что республиканцы в данный момент контролируют обе палаты Конгресса США, и палату представителей, и Сенат. Вице-президент по должности, вице-президент Соединенных Штатов, является председателем Сената. То есть фактически как бы полнота власти, но взаимоотношения не такие простые, как могут показаться. Второе. Трамп характеризуется как очень самоуверенный, амбициозный, достаточно агрессивный бизнесмен, не имеющий никакого политического, даже военного опыта, и никогда не был ни в каких партиях. Попытки применить в политике... Он не был ни конгрессменом, ни губернатором, ему это все время сейчас вспоминают. Не важно, что ему вспоминают. Человек пришел в 70 лет, когда совершенно не меняет ни свои воззрения, ни свои принципы, ни свои взгляды, уже состоявшимся мультимиллиардером, который пришел и воспринимает политику Соединенных Штатов как свой бизнес. И давайте возьмем маленькую Молдову или пару соседних стран, где олигархи пришли к власти, они воспринимают эти государства и людей, живущих, неважно, 3,5-350 миллионов, как людей, которые работают на него. Вот это и есть главная проблема, что в Соединенных Штатах... Смотрите, пример. Как узкие взгляды бизнесмена, который видит везде выгоду, сталкиваются с широкими стратегическими и политическими задачами. Потому что Соединенные Штаты и его величие с точки зрения республиканского, с тех ястребов и тех кругов, которые мы считаем... И я помню по своей службе в Вашингтурге действительно исповедует определенные, то, что можно сказать, имперскими интересами. При мне были дискуссии политиков из республиканской партии, занимающие достаточно серьезное положение. А не является ли Соединенные Штаты Америки империей, и они еще не сознают. Ибо, будучи единственной сверхдержавой, она уже как бы контролирует положение на мировом уровне. Возвращаясь к этому, Трамп националист. Для него интересы возвращения бизнеса и международных транснациональных корпораций с американскими капиталами из Китая, то есть в Америку. Определенная критика в отношении НАТО входит в противоречие с тем, что для того, чтобы быть глобальной сверхдержавой, надо иметь инструменты международной организации и партнеров по всему миру. Поняла. Вот я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели на зону интересов Соединенных Штатов. Вы начали говорить про Китай. В принципе, мне кажется, невооруженным глазом можно их увидеть, что конкретно интересует Трамп. Об этом говорит уровень его общения. И кто туда входит? Смотрите. Это, безусловно, Великобритания. Визит совершила Тереза Мэй. Потом был звонок Ангеле Меркель. Германия. Потом Россия. Потом Франция. Потом Япония. И Австралия. Это был один день. Это был суббор. Да. То есть, и вот понимаете, то есть, вот многие политологи говорят, что вот уровень, да, его общения, кому он предпочел позвонить, это и говорит, собственно говоря, о тех интересах, которые волнуют на данный момент господина Трампа. Господин Асталиб, как вы полагаете, вот исходя из этого, Молдова, как-то она вписывается вот в этот вот весь список? Для меня, конечно, это не аргумент и не индикатор. Сегодня он так позвонил, и в такой очередности есть какие-то вопросы, которые он решает. Через неделю тоже может не быть или вообще годами там не будет звонков. Это ни о чем не говорит. То есть, символичность здесь не работает? Никакое здесь. И не всегда Трамп лично что-то предпринимает. Все-таки нужно понимать, что он президент такой огромной страны. Есть приоритетные вопросы на международном уровне, которые даже он, может быть, не всегда сам понимает. Ему это готовят, ставят на стол, и как бы он должен это делать. Есть международные вопросы. И это, опять же, нормально. Нужно понимать, что внешняя политика, мы здесь каждый день о ней говорим, а вообще большинство лидеров государства в первую очередь интересуется внутренней политикой, своим народом, своей страной. И если вопросы касаются экономики и развития отношений с другими государствами, как правило, они на втором, на третьем месте. Ну, зависит, конечно, от государства. Поэтому в случае США, конечно, это явное исключение у них интереса по всему миру. Но именно эта очередность или те страны, которые были названы, мне лично ни о чем не говорят. Всяком случае, никаких выводов здесь делать не стоит. Дальше меня, конечно, что связано с нашим регионом, ну, как любого человека, конечно, интересует встреча с Путиным и о том, во что вылезет этот диалог по поводу Украины. Вы имеете в виду будущую встречу? Ну, конечно, по поводу Украины в первую очередь, потому что не хотелось бы говорить, что в 21 веке есть продолжение всех традиций, какие-то разделения сфер влияния, но я не могу отрицать, что об этом будет идти разговор. Каким образом, какая позиция дальше будет у США по поводу Украины, по поводу этого конфликта. Здесь же место, конечно, и французам, и немцам, которые очень активно участвуют в этом минском процессе. И это все будет иметь безусловное значение для нашей страны. Все, что будет касаться решения украинского вопроса, оно автоматически будет иметь... То есть вы считаете, что эта связка, которую мы раньше наблюдали, она остается? Убежден, конечно. Господин Кирталко, вы как полагаете, вам сказала что-то очередность его звонков, тот уровень общения? Скорее всего, да. Вам сказала, так? Конечно, потому что речь не идет о международных или зарубежных визитах господина Трампа. Это откладывается на более, скажем, на другие сроки его президентства. Но самое важное, самое знаковое для меня было, это, естественно, приглашение премьер-министра Великобритании, заявления, которые были сделаны сразу же после этой встречи. То есть Великобритания становится главным таким связующим звеном. Оно всегда и было. Ну все опять вспомнили об англо-саксонском. Да, сотрудничество так прямо вот. Даже во времена Евросоюза, когда Англия выторговала для себя, или Великобритания, точнее, самые для нее выгодные условия участия в этом международном сообществе, оно всегда было на французском языке островным государством. Это связующее звено в трансатлантическом вот этом пространстве между Европой и Соединенными Штатами. Я уже не говорю исторические корни, то есть фактически, когда... Вы помните, когда состоялся Брексит, по-моему, посол Соединенных Штатов, экспедиент Петит сказал, что первым Брекситом был выход, значит, британских колоний из состава, значит, Соединенных Штатов Америки, будущих Соединенных Штатов из состава Британской империи. Я бы не хотел проведить дальше такие, у нас очень актуальный вопрос, в том, что в тот же день президент Трамп имел телефонный разговор, относительно короткий, потому что, я думаю, там вопросы обсуждались так бы в кругу еще, как бы, стратегических партнеров с госпожой Меркель и с вторым лидером Европейского Союза, президентом Ландом в Франции. Это говорит о том, что разговор с президентом Путиным, который не затрагивал ключевого вопроса, который надеется, российское общество, российское уголовное, это по поводу санкций. Речь шла о совместных усилиях в борьбе с ИГИЛ, в борьбе с джихадистскими и радикальными исламскими организациями, что очень важно, но в данный момент не является первым пунктом на повестке российской дипломатии. Вы знаете, как эти телефонные разговоры охарактеризовала пресс-служба господина Трампа? Она сказала, что разговор с Путиным был теплым, разговор с Меркель был деловым, а разговор с господином Оландом был назван таким, как бы это помягче сказать, то есть они спорили, собеседники. Всем понятно, что господин Оланд уходящий лидер, поэтому он мог себе позволить говорить все, что он думает, господину Трампу. Господин Оланд уже откровенно заявляет, что Европа должна сама озаботиться созданием своих собственных вооруженных сил и создание действенной системы безопасности всех членов стран Евросоюза. Это означает и стран, которые находятся в ближайшем их зарубежье. Господин Оланд уже может много чего говорить, но я думаю, что его заявление сейчас уже не имеет того веса. Я бы не сказал. Дело в том, что есть страны, у которых есть определенная последовательность во внешней политике. Если к власти во Франции, что очень маловероятно, придут националисты и популисты во главе с госпожой Леупен, тогда можем вернуться к этой теме и сказать, да, идет какой-то разлом, но пока таких перспектив крайне мало. Хорошо. Слушала вчера выступление господина Кедми. Он сказал, на мой взгляд, одну очень интересную вещь. Что, по его мнению, внешняя политика Соединенных Штатов Америки сейчас будет на другом уровне. Что Соединенные Штаты как раз меняют правила игры. И что он имеет в виду? Что теперь они будут предпочитать договариваться лично со странами. То есть и внеблоковые различные, это его цитата, а внеблоковые вопросы и внеблоковое вообще участие Соединенных Штатов, это уже будет оставлено за скобками. То есть Соединенные Штаты, это уже, честно говоря, в том числе и НАТО, волнует не столь сильно. Ну отсюда он припомнил Германии, что они не выплачивают долги НАТО в размере 2%. И много-много других вопросов. Вы согласны с ним, господин Асталя? Яков Войсович очень интеллигентный человек, прекрасно разбирается, и, как правило, все его прогнозы сбываются. Это то, с чего мы начали сегодняшнюю передачу. Трамп – прагматик, он не видит смысла во всех этих громоздких структурах, которые, как правило, не работают. Мы наблюдали политику США последние 5 лет примерно под принципом «не надо быть, надо казаться». Они поставили акцент, как минимум в нашем регионе, на то, что результаты не важны, и совершенно не важно, какова реальность. Главное – продавать картинку, как нужно. И проблема, которую заботили не только США, а в частности наших американских дипломатов здесь, в Молдавии, до сих пор продолжают заботить, например, вопросы влияния российской пропаганды. Да, чрезвычайно. Вот что заботит американцев в Молдавии. Вот проблема, которую они же здесь и создают, и кого поддерживают, и как, значит, их не заботят. А вот российская пропаганда их в других местах. И вот именно вот это «не быть, оказаться» и продавать картинку. И если вы замечаете, значит, историю с определенными картинками и шоурумами, как их называют, вначале в Грузии, потом в Украине, для тех, кто может наблюдать и имеет возможность, вот он мог наблюдать в Грузии определенный последовательный театр, определенную последовательность сцен и пьес, а потом абсолютно тот же почерк в Украине. То есть странно, да, что страны сами по себе идут совершенно в том же ключе, в том же амплуа. Не буду сейчас приводить примеры, все прекрасно знают, о чем я говорю, но мне, как пациенту, не очень симпатичны врачи, которые говорят не правду, а то, что они бы хотели рассказывать. Мы должны говорить четко и ясно, в каком состоянии находится пациент, правильно? Так это честно, каждый бы хотел, а не то, чтобы нам рассказывали сказки и басни и тратили на это деньги. И не мудрено, что одним из первых конфликтов Трампа, и он на самом деле мужественный человек, что он пошел на это, у него с кем? Именно с представителями масс-медиа, которые он в открытую обвиняет не только во лжи. Но он обвиняет не только во лжи, а в преднамеренной, искусственной и довольно хорошо профессионально подготовленной манипуляции. Я понимаю, когда это говорит агент Кремля Асталин, здесь у вас в студии, но когда об этом говорит Трамп, своим же коллегам, когда он говорит своим же коллегам рядом те же вещи, то это уже носит совершенно другой характер по весу этих слов. И поэтому, возвращаясь к Якову Иосифовичу, он, кстати, давно об этом говорит, и его, повторюсь, прогнозы практически все сбылись, и для меня не будет никаким секретом тот факт, что Трамп точечно будет подходить во внешних отношениях к решению проблем с конкретными странами. Все эти организации, блоки, а-ля улю, массовость, Россия нападает, танки, все это ушло в прошлое. То есть он будет по поводу таких стран, как Молдова, будет все-таки говорить с президентом Путиным, судя по комментариям и российских СМИ, и других средств массовой информации. Что это будет за разговор? Это другая тема. Я мало верю, что Трамп будет говорить с Путиным о Молдавии, честно вам скажу. На самом деле я бы вернулся к более такому системному подходу, который у нас хронически отсутствует в нашем достаточно провинциальном пространстве и наших упрощенных взглядов на вещи. Это не относится к нашей беседе, это вообще. У демократов, когда они были у власти, было ясное, четкое представление, чего они хотят. Это действительно сохранить присутствие в разных точках мира, особенно там, где американские интересы были, то есть под угрозой. Это была определенная последовательная политика. От администрации Клинтона, потом переход к администрации Буша, потом снова переход к администрации Обама, потому что они следовали общенациональным интересам Соединенных Штатов. Внешняя политика, оборонная политика, политика в области национальной безопасности или международной безопасности, которые являются надполитическими, надпартийными. То, что не понимает Дональд Трамп. Дональд Трамп воспринимает каждую страну как партнера. То есть он говорит с Путиным, говорит, давай поучаствуем вместе, вот ИГИЛ там создает мне проблемы с моим бизнесом на Ближнем Востоке, ты там вмешался, у тебя там стоят самолеты, а я не хочу жертвовать своими солдатами, давай врежем, решим вопрос, а там будет видно. Я утрирую. Во время последних 8 лет Барака Обамы внешняя политика Соединенных Штатов встроилась фактически на сохранение того международного порядка, который возник после завершения Холодной войны, на сдерживание России, которая начиная с 2014 года начала восстанавливать свою сферу, скажем, определенных интересов в непосредственном пространстве СНГ и постсоветского пространства, это очевидно для всех, кто понимает, что происходит. Соединенные Штаты везде видели своих ключевых партнеров в Евросоюзе, в том числе и в НАТО, это были, естественно, в первую очередь Германия, в определенной степени Франция, времен Саркази, Ланд, ничего не изменило, не вышло из военной организации НАТО. В Черноморском бассейне было Турция, в частично Румыния. И вот так, если возьмете каждую зону на глобальном уровне, везде была ключевая страна, Япония в Тихоокеанском, во-первых, во взаимоотношениях, сложность отношения Северной Кореи и так далее. Говорить о том, что Соединенные Штаты не имели никакой политики, у них все это разваливалось, и непонятно, на что они тратили деньги. НАТО – это инструмент присутствия Соединенных Штатов в любой точке мира, даже выходя за и в плюс еще пятая статья Североатлантического договора. Господин Асталеп говорил как раз о том, что мы видели. Я не об этом говорю, что говорил господин Асталеп. Соединенные Штаты всегда четко, жестко проводили свои интересы, у них были свои и двухсторонние отношения, иногда непростые, но всегда они делали ставку на региональные какие-то образования. И НАТО – это в первую очередь нужно было Соединенные Штаты. Вот почему Германия, Франция, многие другие страны недоплачивали 2% от внутреннего валового продукта. Сейчас они все говорят, да мы заплатим, но мы создадим свои собственные вооруженные силы. И пусть американцы уходят из Германии, пусть они уходят, оставляют Европу в покое, и пусть Трамп говорит с каждым лидером поддельности. Вы думаете, establishment, руководство республиканской партии, то, что господин Асталеп говорил, транснациональные компании, мощные фирмы, газонефтедобывающие, которые нуждаются в этом присутствии для своей безопасности, согласятся с этим, уже говорят об импичменте. Знаете почему? Потому что бизнесмен во власти, это иногда как слон в той самой лавке политических сложных и деликатных отношений, существующих между странами. Я затронула тему взаимоотношений США и России, господин Асталеп задала вам конкретный вопрос. Вы знаете, это заботит, и заботит руководство многих маленьких стран. Например, заместитель министра иностранных дел Украины, она же разразилась гневным заявлением, в котором потребовала от господина Трампа, чтобы при всех переговорах с господином Путиным непременно был представитель Украины. Для того, чтобы Украина не стала, как она выразилась, разменной картой при их торговле. Мы знаем, что господин Плохотнюк, тогда еще в роли координатора, то же самое, он обращался к господину Трампу, только там звучала формулировка, что мы хотели бы стать мостом. Там разменная карта, здесь видим мост. То есть нельзя сказать, что люди думают, что как-то вопросы маленьких стран не будут обсуждаться. И люди переживают, каким образом будет сложиться это партнерство. Это будет торговля все-таки. Вот многие даже говорят, цену вопроса, называют. Украина должна быть нейтральная, говорят, они должны договориться, чтобы она не смотрела в сторону НАТО. А за это будут определенные уступки. Вы же слышали об этом, наверняка. С филологической точки зрения, мне все равно, как это называют, торговля, раздел сфер влияния, позиционирования, это совершенно не важно. Для меня совершенно очевидно, что вопрос с конфликтами на территории Украины должен как-то решаться. И ясно, что это будет не решение напрямую между Москвой и Киевом. Существует этот немский формат, но хотя США и не являются формально членами и участниками этого формата, но мы все понимаем, что до сих пор они играли самую активную роль. Дальше нужна какая-то формула. Это не устраивает сегодняшняя ситуация, не устраивает никого, в том числе и власти Киева. Нужно признать, что нужно находить этому решение. Какое будет это торговля, будет это, не важно, но какое-то решение будет. И это результат моих переговоров между руководителями этих двух государств. Почему я сказал, и вы чуть-чуть удивились, что я сомневаюсь, что Трамп будет говорить о Молдавии, потому что нет такого предмета, говорить о чем. Тут не о чем разговаривать совершенно. И поэтому я не думаю, что мы ни сейчас, ни в ближайшем будущем станем почему-то предметом таких переговоров на таком высоком уровне, потому что здесь не о чем разговаривать. О Приднестровском конфликте, ну вы сами понимаете, что экспертиза совершенно разная. Например, у Путина и у Трампа по этому разговору. То, что американцы подготовят несколько позиций, которые Трамп просто скажет. Если они не отличаются от того, что было, так это тоже не решение вопроса. Но я не думаю, что в контексте решения ситуации с Украиной каким-то образом сейчас автоматически будет решаться и Приднестровский вопрос. Это больше зависит от нас, конечно, и будет ли у нас интересно дальше продолжать какой-то диалог с Россией на эту тему и с Тирасполем. Это уже другое. А безусловно, основным ключевым элементом, который нас должен интересовать и в поле нашего зрения, это именно переговоры по Украине. Потому что, если будут решаться конфликты в этой стране от этого зависят санкции между Западом, назовем ЕС и американцами, в принципе, с Россией, если будут сняты эти санкции и с Украины начнет как-то налаживаться. Правда, это очень сложный вопрос, как там будут налаживаться. Это отдельная тема для отдельной передачи. Но, конечно, мы будем выигрыши. Мы должны этого ожидать. Потому что проблемная ситуация в Украине, это помимо тех проблем, которые у нас есть с Россией, это и невозможность тразита, как минимум сложности, назовем это так. Но и то, что эта страна деградирует, мы видим экономически, это, безусловно, нас будет отражаться и уже отражается. В общем, этот спектр вопросов в наших интересах, поэтому мы должны за ним наблюдать. Ну, вот, господин Кифу, например, сказал, что изменений в политике США в отношении Молдовы стоит ждать, только если Кишинев изменит позицию по двум важнейшим геополитическим позициям в этом регионе. И речь идет об Украине и аннексии Крыма. А также, если Кишинев отношения на границе с НАТО, то есть Румынией, если этого не произойдет, отношения останутся прежними. Я просто зачитала одно из мнений. Господин Киртуак, и вам слово. Ну, имеет господин Кифу, бывший советник президента, Басецкий имеет право на собственное мнение, он всегда немножко субъективно подходит к тому, что происходит в Молдове. И это отражает определенное воззрение, которое существует даже в официальном Бухаресте в наше время. Здесь ставим точку, уже закончим то есть с господином Кифу и его субъективным мнением. Я предлагаю больший спектр мнений для телезрителей. Мы все-таки сейчас обсуждаем возможную политику Соединенных Штатов в нашем регионе. Мы от общеглобальных, от мирового присутствия на глобальном уровне Соединенных Штатов вернулись к тому, что взаимоотношения с Европой будут сложными, потому что даже визит Терезы Мэй это был мощный сигнал, что я буду строить отношения с двухсторонней основой. Что с Францией, что с Германией. Он обвинил Германию в том, что она единственная сверхдержава европейская, которая нуждается в Евросоюзе, потому что Германия мощнейший экспортер и фактически нужен рынок в 450 или 500 миллионов человек, чтобы продавать свои сверхтехнологические продукты. Это крайне простой, упрощенный, если не вульгарный взгляд бизнесмена на ситуацию. Фактически Евросоюз это история, которая длится уже достаточно давно. То, что Евросоюз находится сейчас в непростой ситуации после Брекста, это уже другой вопрос. Но нам нужно посмотреть, Соединенные Штаты будут присутствовать в этой части Европы. Потому что после 2014 года, после кражи миллиардов в Молдове, определенной дестабилизации мощных массовых выступлений, протестов тысячи тысяч граждан, в которых участвовала и левая, и правая оппозиция, Соединенные Штаты поняли, что в принципе надо взять инициативу в свои руки в этой ситуации. Соединенные Штаты поддерживают власть нынешней Демпартии и парламентского большинства и делают это для того, чтобы фактически не допустить досрочных выборов, потому что противостояния с Россией продолжаются. Секунду, это важный момент. Вы считаете, что Трамп это поймет или ему это неинтересно? А, вот, я хотела сказать, это нынешняя администрация. Как вы? Так вот, настоящая администрация на самом деле состоит из президента Трампа и ключевых фигур. И ключевая фигура с этой точки зрения, это в первую очередь, естественно, госсекретарь, глава американской дипломатии, господин Тиллерсон. Совершенно верно. Рекс Тиллерс с очень достаточно хорошим опытом, будучи во главе EximMobiles во взаимоотношениях с Россией, в сложных, будучи во главе одной из ведущих нефтедобывающих, газодобывающих компаний, знающей, не понаслышку, не понаслышке и России, и российский менталитет, и российских политиков. Потому что соглашение с Роснефтью по Сахалину подписывалось на самом высоком уровне, за что я был награжден. Это важно. Вот эти детали. Это существенно. Я пытаюсь понять ваш прогноз в отношении господина Трампа. Вы говорите, поймет ли он, я не знаю, да? Есть два варианта. Если Трамп, президент Трамп... Вот а вы за какой вариант выступаете? Президент Трамп не пришел ни с какой новой концепции мирового обустройства, мирового порядка. Он просто пришел, сказал, нет, Америка для американцев, мы здесь будем вкладывать, мы должны развивать свою экономику, мы запретим Китаю задавить нас демпинговыми ценами, Китай должен повысить юан для международного мирового курса, он мыслит как бизнесмен. И тогда был другой выплат, то есть диалог с Тайванем. Ну, а это если вы хотите фактически разозлить китайцев, вы начните взаимодействовать. Ну, я вспомнила этот звонок, я о нем сказала, да. Да, период во главе Соединенных Штатов, вот с таких вот уколов. Я апеллирую сейчас к вашей фразе по поводу советников и помощников. На самом деле, эти люди играют большую роль. Вот смотрите, россияне в период пребывания Барака Обамы у власти, они на что жаловались? Они говорили, что такого разнобоя в команде, как они наблюдали в команде господина Обамы, не было никогда. То есть они даже указывали прямо на то, что их секретарь господин Керри договаривался с министрами иностранных дел России господином Лавровым. На другой день буквально это все было дезавуировано. То есть у них были плохие отношения с Министерством обороны, да, Соединенных Штатов. И вся вот эта катавасия страшно мешала единой их какой-то цели. Вот сейчас мы знаем, что есть новая команда советников и помощников у господина Трампа. От них на самом деле многое зависит. Вот есть новый помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джон Хеферн, бывший посол в Армении, от Соединенных Штатов. Вот скажите мне, пожалуйста, можно ли предположить, как он себя проявит? Господин Асталиб, вы можете сравнить даже? Для начала я бы хотел сказать, что последние пять лет участия США в международных делах, как минимум конфликтных, ничего хорошего везде, где они побывали, давайте сутить трезво и объективно, ни к чему хорошему это не привело. Каждый президент, у каждого была своя война. Господину Обаме досталась Ливия, да, скажем так. Вот он вошел так в историю. Ну, не только. Ну, не только, да. Это самое главное. Не на первых ролях, кстати. У нас остались две войны, которые он более-менее завершил, но не очень благополучно. Ну, за это он уже каялся, поэтому уже каялся так конкретно. Сирия, Ирак, Египет там чуть не развалился, еле-еле сдержали. С Украиной вопросы. У нас не поймешь, о чем говорит посол. Почему это все что? Он вообще не должен говорить на эти темы. Как минимум это. Он вообще не должен. А он говорит. Когда говорит, то мы, которые здесь живем, то не понимаем, зачем он это говорит и кого он обманывает. Вот я просто возвращаюсь к этому пассажу, о том, что не надо быть, а надо казаться. Я не думаю, что это в интересах США рассказывать нам, что в том состоянии, в котором находится наша страна, то это нормально. Но они же нас в этом убеждают, что нам другое не надо. Да, они говорят, что у нас стабильность. И это нормально. Я не думаю, что это в интересах США. Точно так же, как сомневаюсь, что все эти конфликты, войны, сотни тысяч людей, которые погибли, эти разваленные страны, они хоть как-то, не знаю, в интересах государственных США. Может быть, отдельных групп, может быть, отдельных бизнесменов, да, но сомневаюсь я, что это в интересах США. Я уж не говорю про этот имидж, который еще 15 лет назад у США, кто бы что бы ни говорил, был имидж авторитетной державы. Многих что-то интересовало, что они говорят, как они живут, хотели жить, как они. Кто сегодня верит, что США то, что говорят, то и делают? Или кто сегодня верит, что США реально борются за права человека и все такое? Точно так же верят, как слова об европейской интеграции. Если бы сегодня, когда мы с вами разговариваем, кто-то завел в публичном пространстве из политиков эту же песню, которую нам пели в 9-10-х годах. Те, кто помнят всю эту истерику про европейскую интеграцию, главное говорить эти слова, главное просто повторять. А что это значит, не важно. И не дай бог, чтобы ты был против, потому что тогда ты враг народа. Видите, прошло всего лишь 7 лет, это уже от всех тошнит от их слов и от самих методов. И почему Трампу, естественно, а как ему продолжать это? Естественно, он выбирает и другую тактику. Естественно, что с этой же Европой Великобритания и все люди, входящие в Великобританию, это вообще умные, сильные ребята. На мой взгляд, одни из самых сильных на земле вообще, самые шустрые, самые образованные. И они не зря выскочили из Евросоюза. И не потому, что они не хотят иметь общую армию, о которой вдруг проснулись говорить сейчас немцы, которые взяли, пустили к себе армию, непонятно для чего. А вот теперь они говорят, значит, НАТО нам недостаточно, мы создадим свою. Во-первых, кто будет за это платить? Вы когда говорите, что будет создавать армию, вы скажите, сколько это стоит армия Евросоюза, отдельно от НАТО? Кто это будет платить? Какие страны? Назвать сейчас? Прибалты будут платить? Или испанцы, или итальянцы, которые в крахе, в таком, что еще 10 лет не выскочат оттуда. А самое главное, а для чего вам армия? Воевать с кем конкретно? От кого обороняться? И вот эти все процессы, они больше похожи на то, что этот корабль тонет. Он и так тонет. И я просто говорю, что это уже еще один индикатор, что не работает этот Евросоюз как международная структура в интересах своих стран. И там уже идут ребята, спасайся, кто может. Те, кто послабее, или у тех никого не хватает сил. Никаких уже, ни на что. Но те молчат и фарватеры. Я недавно был при Балтийских странах, и очень интересно слушать, как всегда, людей, так сказать, в такси и в других местах. Вот они говорят, а просто если мы, если Евросоюз исчезнет, а мы получаем деньги оттуда, то тогда вообще ничего не будет. В прямом смысле ничего не будет. Потому что ничего нет, как и у нас. Никакого производства, ничего нет. Россия там транзит весь остановила, что они пару там из этих портов использовали. И все фонды у них идут из Евросоюза. А если это перестанет быть, по той или иной причине, то тогда эти страны будут о чем? Я не конкретно при Балтах сейчас имею в виду. Но как пример? Потому что там ниже по курсу та же тема. Я спросила о советниках и помощниках, если можно. Но это имеет значение. Я думаю, что пока рано нам говорить. Нет, я прошу прощения, я спросила господина Сталепа. Он говорит, что это имеет значение. Это, конечно же, имеет значение, но это начало определенной команды. Эти люди будут входить в тему. Почему я эти звонки не очень воспринял, потому что это вопрос сейчас. Они заматерят где-то через год-полтора. До тех пор мы видим по кадровым назначениям, что это необычные кадровые назначения. На самом деле. В этом могут быть и плюсы, и минусы, но мы не можем судить громогласно. Давайте смотреть на то, что они скажут. Конкретно по этому человеку Армения вообще одно из ключевых элементов в мировых интересах США. Вот где находится Армения, это там ключевая развязка. Поэтому в Армении, как правило, высокопрофессиональные послы. Одни из лучших, которых США вообще посылают. Конкретно в свое посольство в Ереван. Поэтому я, естественно, не так детально изучал этого человека, но уверен, что если он был пословом в Ереване, он очень серьезно разбирается и в наших делах в том числе. В этом регионе все. Господин Киртак. О чем? Вы не хотите сказать по поводу роли советников и помощников? Пока рано. Я бы сказал только одна фигура, которая, я думаю, может сыграть определенную роль в интересах Молдовы. Кроме советника по национальной безопасности, который уже знаком, действительно, не понаслышке ситуации на постсоветском пространстве, в том числе и в контексте Нагорного Карабаха, то есть конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это Пола Добрянский, который рассматривается сейчас как возможный зам министра иностранных дел, то есть это сложно переводится. Зам, заместитель, помощник государственного секретаря. Совершенно верно. Но так, чтобы понятно было о ее ранге и должности, который занимал эту должность фактически еще во времена президентства Джорджа Буша, младшего. Это человек, которого я помню по работе в Вашингтоне, который очень компетентен и очень ясно и четко себе представляет о том, какая ситуация в Европе в целом и в частности на востоке Европы. Если эти люди будут назначены, то есть мы имеем уже назначенный советник по вопросам национальной безопасности, но это шире, чем национальная безопасность. Это связующее звено с Высшим Советом национальной безопасности, который мощнейший орган работает при президенте. Он советнический, но он вырабатывает очень многие решения. То есть, если говорить, вот отвечать на Ваши вопросы, нужно отследить вообще всю цепочку тех людей, которые принимают те или иные решения. В меньшей степени, естественно, мы зависим от нового руководства Пентагона во главе с очень жестким генералом Матисом, у которого его назначение уже четко определило определенный, скажем, угол зрения. То есть, человек, который четко и неоднозначно говорит, что в данный момент взаимоотношение с Россией это взаимоотношение соперничества, он не исключает, что Россия будет окажется вообще одним из главных противников Соединенных Штатов. Да, мы знаем, что именно такая позиция. Вот это, мы должны еще подождать, а что новый госсекретарь, каким образом он себя проявит, потому что все его считают очень компетентным, и он занимал достаточно ключевые должности в администрации, в республиканской администрации, он многоопытный человек. То есть, то, что меня удивило, это как вообще таким ростчерком фера все политические назначенцы, я подключаю, и подчеркиваю, 80 человек. Есть карьерные дипломаты, есть карьерные сотрудники других служб, которые назначаются послами, а есть те, которые фактически назначаются президентом. Их отозвал и 80 человек, президент Трамп, но не 200 с чем-то послов и полномочных представителей по всему миру. Но то, что все высшее руководство чиновников, вышкаленных, скажем, дипломатов, которые руководили госдепом, в знак протеста покинули внешнеполитическое ведомство, это очень симптоматично, потому что я согласен с тем, что новые, те, которые сейчас пришли, после 8 лет паузы, эти люди разбрелись по разным неправительственным организациям, независимым каким-то исследовательским институтам, фондам и так далее, им потребуется до года для того, чтобы войти в должность. Примерно столько же, я думаю, понадобится и Дональду Трампу, чтобы понять, каковы полномочия и ответственность президента в такой стране, как Соединенные Штаты. А возвращаясь к позиции, к политике Соединенных Штатов в последние годы в Молдове, она идет под мощным знаком статус-кво. На данный момент Молдова рассматривается действительно в пакете с Украиной. Это часть субрегиональной политики Запада. Здесь было деление каких-то обязанностей между Брюсселем и Вашингтоном. Сейчас, скорее всего, Вашингтон задает тот тон в силу ряда обстоятельств. Ну, а мы посмотрим, после заявления европейских лидеров, если последует. Я хотел бы напомнить, что решение о создании собственной системы национальной безопасности и внешней поли было принято на саммите Евросоюза в Лиссабоне. Это создание собственной армии, это идея первого восьминга в начале 90-х годов. Ничего нового нет. Это просто определенная последовательность принятия решений руководством Евросоюза. Мы уже время выбрали, но я все равно хочу, чтобы Вы на этот вопрос не ответили, потому что он последний и очень важный. Если можно, покороче на него ответить. Господин Киртовак, как в этих условиях должна вести себя с новой администрацией Соединенных Штатов Америки молдавская власть и первонаперво молдавская коалиция? Если можно, коротко. Очень коротко. У нас есть двухсторонние отношения. Требовать подписание Компакт-2 в рамках программы вызовет тысячелетия. Это примерно 300 миллионов безразуменных грантов. Продолжение Компакт-1. Приоритет. Сохранять отношения на уровне EOSAID, то есть программы Соединенных Штатов по развитию. Соединенные Штаты заявили о том, что мы стратегический партнер. Надо, по крайней мере, понять, в какой области. Стабильность, двухсторонние отношения, не делать резких движений. Я думаю, что разделение труда. Господин Дадон на восточном векторе, значит, нынешнее большинство на западном, в интересах Молдовы, развитие экономической стабильности и развитие. Будет просто замечательно. Благодарю вас. Господин Асталек, как себя должна вести молдавская власть? Если коротко, я бы хотел с новой администрацией все-таки определить, что мы хотим от США, если у нас есть свои интересы. Примерно, господин Кирток их описал. И что новой администрации интересны Молдаве. Если есть такие задачи, цели, если они не входят в разрез с нами, если нас не будут заставлять кричать мы против России, блокировать российскую в кавычках пропаганду и истреблять русский язык, где только можно, то не вижу проблем развивать отношения. Если это будет делаться, ну, я сомневаюсь, что так будет, но продолжение предыдущих приемчиков, то, на мой взгляд, это не соответствует нашим интересам. Поэтому нужно определиться с этими двумя направлениями и следовать им. Благодарю вас за участие. Действительно, программа получилась сложная, но мне кажется, что она получилась интересная. Спасибо вам за то, что пришли и отвечали на мои вопросы. Вы смотрели программу Дело принципа. Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин